Огнеборцы МЧС России оперативно ликвидировали возгорание в школе в поселке Заводской. По оперативным данным, сегодня в 9 часов утра на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в здании школы в поселке Заводской. Уже через 6 минут на месте работали огнеборцы. До приезда пожарных из образовательного учреждения самостоятельно эвакуировались 488 человек, в том числе 444 ребенка. На момент прибытия пожарных на первом и втором этажах в здании наблюдалось сильное задымление, горел электрощит. Огнеборцы при помощи огнетушителей оперативно ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет. Стоит отметить, что педагогический состав своевременно и грамотно провел эвакуацию детей. В настоящее время дознавателями МЧС России по факту пожара проводится доследственная проверка. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки, сообщил Роман Петренко, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Артемовскому городскому округу МЧС России по Приморскому краю. Всего для тушения было задействовано 3 единицы пожарной техники и 13 человек личного состава. Госавтоинспекция Артема устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух большегрузных автомашин. В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили технические повреждения. В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома номер 61 на улице Фрунзе. На место происшествия прибыл наряд госавтоинспекции. Установлено, что 33-летний водитель транспортного средства, предназначенного для перевозки легковых автомобилей, двигаясь со стороны города Владивостока в сторону Артема, в районе остановки общественного транспорта «Комсомольская», совершил столкновение с контейнеровозом, который стоял припаркованный на обочине дороги без нарушения правил дорожного движения. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, автомашины получили технические повреждения. На момент автофарии стаж вождения водителя автовоза составил 12 лет. В текущем году мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Полицейские составили два административных протокола за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и за повреждение дорог и дорожных сооружений. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова